Так, всех я поздравляю, у нас как бы это все уже забылось, мы вроде бы давно участвовали. Все, ну приятно. Да, тут вот раз. Так, опять же, давайте пока я не забыл, пока я не забыл. И если у кого-то есть какие-то сведения, я могу что-то забывать, вы напоминаете, если что. Так, у нас получается 25 числа концерта у Бобошка, он будет не в 6.30, а сейчас в этом году в 6 часов. Цена 300 рублей в филармонии. Пою я, поет Морозов там. Этот вечер будет именно по творчеству Бобошка, то есть мы будем его песни петь. Дальше, на следующее воскресенье наше, опять те, кто едет на конкурс, нас 30-го конкурса, перенесли же, чтецов. То есть нужно будет еще раз прочесть. Хотя бы, может быть, ну, посмотреть, если кто-то что-то уверен в себе, можете, допустим, не читать. Если кто-то не уверен, то можно еще, допустим, раз прочесть, как-то вот так вот. А, Саша, когда соберете? А конкретнее вопрос формулируем. Прочитать. Следующее воскресенье на вечере. Дальше. Что у нас? Дальше. У меня билеты появились на второе число. Второе число будет проводиться в ресторане ОКЦ. Авторская песня. Из наших участвуют я, Морозов, Львов Ивановна, наконечная, и Якушева участвуют. Вот, остальные там будут с области и так далее. Цена билетов 500 рублей, вот, плюс там на столиках что-нибудь будет. А время какое, Саша? А? Время. 19.00. 19.00. Вот, потом, опять же, по поводу вот этого. Кто в группах у нас, я выкладывал там ролик по поводу второго числа, видеоролик. Сделал это Викулов его, сам там еще, потом еще ролик один появится. Вот, желательно эти ролики и афиши, у кого какие группы есть, раскидать по группам, допустим, ну, не по нашим. Поставить в статус, чтобы к себе перекачать, чтобы люди это видели. Потому что, какая не какая-то, это все равно реклама. Потом я вам говорил, что я здесь договорился, что у нас реклама будет своя. То есть, я хотел арендовать там два на метр. Ну, здесь такие сведения, что я разговаривал с замом с Оксаной Просковой. Сначала цена такая, потом у нас с директором поговорила, цена вообще другая. Потом я опять начал с ней разговаривать. Она опять переговорила, нам вообще не дают место под рекламу. Даже за деньги. Но сказали так, что то, что мы здесь проводим, ну, то есть, там дней за 10, за неделю можно будет вывесить свое объявление. Но это, опять же, деньги. Но сейчас пока время есть. Насчет 9-го числа я все равно буду заказывать, там, полтора на метр. Все равно буду заказывать. Вот так, вот так. Будет у нас на стекляшке здесь висеть. Вот. Так, ну и по декабрю, по декабрю. И на 9-е число сегодня смотрите, если у кого-то что-то есть, кто будет участвовать? Поднимите руку, кто 9-го числа будет участвовать? Ну, не знаю, если. Лучше не смотреть, а участвовать. Стихи кто-то будет читать? Садя ли все, почитай. Значит, нужно стихи подготовить и прочесть. Вы никто читать не будете? Я буду две песни. Нет, с вами так все ясно, кто поет. Я имею в виду по поводу стихов. Именно. Тяжело. Чего? Ну, мы 30-го же и 2-го. И мы. А 9-го это будет здесь? Здесь. 2-го в УКЦ, а 9-го будет тот, как мы проводили, только по зиме. 17-30. А, ну, похоже концепт, как и был. Да. 17-30 здесь. То есть, нужно подготовить стихи, показать, рассказать. Да, и можно прочитать. Можно, значит, нужно найти, что вы будете читать. Потом обсудить все это и прочесть. Подготовить, прочесть. У меня один только в заказе. Что-то. Ну, как сказать. Это как бы желательно, но не строго обязательно. Можно какие-нибудь и просто позитивные. Что-то, может быть, о клубе. Не знаю. Сами смотрите, предлагайте, а там будем смотреть. Но они длинные. Потому что времени у нас, как обычно, получается в обрезке. Так. Ну и по конкурсам. По конкурсам. У нас домашнее задание было. Именно по конкурсу, который проводит Одинцов у нас. Домашнее задание. Кто сделал? Поднимите руки. Раз, два, три. Отлично. Я сделала, но не для конкурса. Что вы сделали? Ну, это вопрос не в этом. Домашнее задание. Смотрите. Просто наоборот все задание. По поводу конкурса. По поводу конкурса. Сейчас мы послушаем, послушаем. Кто потом захочет именно на конкурс, на конкурс. Можно показать в печатном виде, чтобы мы чуть-чуть, ну, как бы посмотрели, что там и как. И потом можно будет на конкурс, в принципе, ослабиться. Тема детская и на Новый год. Новогодняя детская, новогодняя тема. Там еще до 5 декабря время есть. Срок там до 5 декабря. Там будет Одинцов выставлять у себя в блоге на Амур.Инфо. И там будет как бы слепое голосование. То есть там имени не будет. Там номера присваиваются и пошло. И голосованием там, кто чего там голосов наберет, вот так вот примерно будет. Ну, давайте начнем с домашнего задания. Кто у нас? Давайте. Спасибо.